Москва Музыка Светает, ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать, отказ, ждем друга, нужен глаз да глаз, не спи, покуда вы не скатишься со стула. Теперь он только что вздремнула. Уж день сказать им. Господа, эй, Софья Павловна, беда, зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи, Алексей Степанович, сударыня, и страх их не берет. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Да расходитесь. Утро. Что-с? Который час? Все в доме поднялось. Который час? Седьмой. Осьмой. Девятой. Неправда. Ах, хамор проклятый, И слышут, не хотят понять. Ну, чтобы ставни им отнять, Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка, Заставлю их играть. Ах, барин! Входит Фамусов. Лиза старается найти любую причину, Лишь бы заставить барина уйти. Наконец, Фамусов, услышав голос дочери, Поспешно уходит. Ушел. Ах, от господ подали. У них беды себе На всякий час готовь. Минуй нас, пуще всех печалей, И барский гнев, и барская любовь. Что, Лиза, на тебя напала? Шумишь? Конечно. Вам расстаться тяжело, До света запершись, А кажется, все мало. Ах, в самом деле расцвело И свет, и грусть. Как быстрая ночь, Тужите, знай, Со стороны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел, Я обмерла. Вертелась перед ним, Не помню, что врала. Ну, что же стали вы? Поклон, сударь, отвесьте. Падите, Сердце не на месте. Смотрите на часы, Взгляните-ка в окно, Валит народ по улице давно, А в доме стук, Ходьбами тут и убираю. Счастливые часов не наблюдаю, Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас, Конечно, мне попасть. Счастливые, идите, Целый день еще, Потерпим скуку. Бог с вами, спрочь, Возьмите руку. Снова появляется Фамусов. Он удивлен, разгневан, Встретив дочь с Молчальным, Своим секретарем, Безродным, Ничтожным чиновником. Желая объяснить свое присутствие здесь, Софья рассказывает отцу вымышленный сон, О страшных чертях, О преследовании ими любимого человека, О неожиданной разлуке, Виною которой был он Фамусов. Недоверчиво покачивая головой, Фамусов уходит. Молчалин следует за ним. Софья и Лиза вдвоем. Ну вот у праздника, Ну вот вам и потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха, В глазах темно, И замерла душа. Грех не беда, Молва не хороша. Что мне молва? Кто хочет, так и судит. Да батюшка задуматься принудит. Брюзглив, неугомонен, Скор, таков всегда. А с этих пор Ты можешь посудить. Сужусь, не по рассказам, Запрет он вас. Да брось еще со мной, А то, помилуй бог, Как разом меня молчали На и всех с двора долой. Подумаешь, как счастье свой нрав. Бывает хуже, С рук сойдет. Когда ж печальное Ничто на ум не идет, Забылись музыкой, И время шло так плавно. Судьба нас будто берегла, Ни беспокойства, ни сомнений, А горе ждет из угла. Вот то-то-с. Моего вы глупого суждения Не жалуете никогда. А вот беда. На что вам лучшего пророка Твердила я, В любви не будет этой прока. Ни бо век и веков. Как все московские, Ваш батюшка таков, Желал бы, зятя он, Звездами да щенами, А при звездах Не все богатые между нами. Ну, разумеется, К тому бы деньги, Чтоб пожить, Чтоб мог давать он балы. Вот, например, Полковник Скалозуб И золотой мешок, И метит в генералы. Куда как мил. И весело мне страх Выслушивать о фрунте и рядах. Он слова умного Не выговорил сроду. Мне все равно, Что за него, что вот. Да, так сказать, Речист, А больно не хитер. Но будь военной, Будь он статской, Кто так чувствителен И весел и остер, Как Александр Андреевич Чацкий. Не для того, чтобы вас смутить, Давно прошло, Не воротить, А помнится. Что помнится? Он славно Пересмеять умеет всех, Болтает, шутит, Мне забавно, Делить со всяким Можно смех. И только, Будь то вы, Слезами обливался, Я помню, бедный он, Как с вами расставался. Что, сударь, плачете, Живите-ка смеясь. А он в ответ, Недаром, Лиза, плачу, Кому известно, Что найду я, Воротясь. И сколько, может быть, Утрачу. Бедняжка, Будь то знал, Что года через три... Послушай, Вольности ты лишней не бери. Я очень ветрено, Быть может, поступил, И знаю, и винюс. Но где же изменила, Кому, Что покорять неверности могли? Да, с Чацким, Правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть День каждый неразлучно Связала детскую нас дружбой. Но потом он съехал, Уж у нас ему казалось скучно, И редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся Влюбленным, Взыскательным и огорчен. Остер, умен, красноречив, В друзьях особенно счастлив. Вот о себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, Зачем ума искать И ездить так далёк? Где носится, В каких краях? Лечился, говорят, На кислых он водах. Не от болезни чай, От скуки то вернее. И верно счастлив там, Где люди посмешнее. Кого люблю я, Не таков. Молчали, За других себя забыть готов. Враг дерзости Всегда застенчиво, Несмело. Ночь целую, С кем можно так провести? Сидим, А на дворе давно уж твелел. Как думаешь, Чем заняты? Бог и весь, Сударни, Моё ли это дело? Возьмёт он руку, К сердцу жмёт, Из глубины души Вздохнёт. Ни слова вольного. И так вся ночь проходит, Рука с рукой, И глаз меня не сводит. Смеёшься? Можно ли? Чем повод подала тебе Хохоту такому? Мне-то ваш тётушка на ум Теперь пришла, Как молодой француз Сбежал у неё из дому. Голубушка, Хотела схоронить Свою досаду, Не сумела. Забыла волосы чернить, И через три дня Посидела. Вот так же Обо мне потом заговорят. Простите, право, Как бог свят. Хотела я, Чтоб этот смех дурацкий Вас несколько развеселить Помог. К вам, Александр Андреевич, Чацкой. Чуть свет уж на ногах, И я у ваших ног. Ну, поцелуйте же, Не ждали. Говорите, Что ж рады, нет? В лицо мне посмотрите, Удивлены. И только, Вот приём, Как будто не прошла недель, Как будто бы вчера Вдвоём мы моченья Друг другу надоели. Не на волос любви, Куда как хороши. А между тем, Не вспомнись без души, Я сорок пять часов, Глаз мигом не прищуря, Вёрст больше семисот Пронёсся. Ветер, Буря, И растерялся весь, И падал сколько раз, И вот за подвиги награда. Ах, Чацкой, Я вам очень рада. Вы рады, В добрый час. Однако искренне, Кто ж радуется эдак? Мне кажется, Что напоследок людей И лошадей знобя, Я только тешил сам себя. Вот, сударь, Если бы вы были за дверями, Ей-богу, Нет пяти минут, Как поминали вас мы тут. Судариня, Скажите сами, Всегда, Не только что теперь, Не можете вы сделать мне упрёка, Кто промелькнёт, Отводит дверь, Проездом, Случаем, Из чужей, Из далёкой, Вопросом я, Хоть будь моряк, Не повстречал ли Геф почтовый воскресенье? Положимте, что так, Блажен, кто верует, Тепло ему на свете. Ах, боже мой, Уж ли я здесь опять, В Москве? У вас. Да как же вас узнать? Где время-то? Где возраст тот невинный? Когда бывало вечер длинный, Мы с вами явимся, Исчезнем тут и там, Играем и шумим По стульям и столам, А тут ваш батюшка С мадамой за пикетом. Мы в тёмном уголке. И кажется, что в этом, Вы помните, Вздрогнём чуть скрипнет Столик, дверь. Ребячество. Да-с. А теперь, В семнадцать лет Вы расцвели прелестно, Неподражаемо. И это вам известно, И потому скромны, Не смотрите на свет, Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ Бездумы, Полноте смущаться. Да хоть кого смутят? Вопросы быстрые, Любопытный взгляд. Помилуйте, не вам, Чему же удивляться? Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, А завтра будет два, Тот сватался успел, А тот дал промах. Всё тот же толк, И те же стихи в альбомах. Гоненье на Москву. Что значит видеть свет? Где ж лучше? Где нас нет. Ну, Что ваш батюшка, Всё английского клоба, Старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка, Отпрыгал ли свой век? А этот, Как его, Он турок или грек? Вот черномазенький, На ножках журавлиных, Не вспомню, Как его зовут. Куда не сунься тут, Как тут в столовых И в гостиных? А трое Из бульварных лиц, Которые с полвека Молодятся, Родных миллион у них, И с помощью сестриц Со всей Европой Породняться. А наше солнышко, Наш клад, На лбу написано Театр и маскерад, Дом зеленью раскрашен В виде рощи, Сам толст, Его артисты тощи, На бале. Помните, Открыли мы вдвоём За ширмой, В одной из комнат посекретней, Был спрятан человек И щёлкал соловьём Певец зимой, Погодой летней. А тот чахоточный, Родня вам, Книгам враг, В учёный комитет, Который поселился, И с криком требовал присяг, Чтоб грамоти никто не знал И не учился. Опять увидеть их Мне суждено судьбой, Жить с ними надоест, И в ком не сыщешь пятен, Когда ж постранствуешь, Воротишься домой, И дым отечества Нам сладок и приятен. Вот вас бы с тётушкою свесть, Чтоб всех знакомых перечесть. А тётушка, Всё девушкой Минервой, Всё фрейлины Екатерины Первой, Воспитанец и мосик полон дом, Ах, к воспитанию перейдём, Что нынче, Так же, как и с древле, Хлопочет набирать учителей полки, Числом поболее, Ценою подешевле, Не то, чтобы в науке далеки. В России под великим штрафом Нам каждого признать велят Историком и географом. Наш ментор, Помните колпак его, Халат, Перст указательный, Все признаки учения, Как наши робкие тревожили умы, Как с ранних пор привыкли верить мы, Что нам без немцев нет спасения. А Гильомей, Француз, подбитый ветерком, Он не женат ещё? На кого? Ну, хоть на какой-нибудь княгине, Пульхериан Древне, например. Танцмейстер, можно ли? Что ж, он и кавалер. От нас потребует с именьем быть, И в чине, А Гильоме, Здесь нынче тон каков, На съездах на больших, По праздникам приходским, Господствует ещё смешение языков, Французского с нижегородским. Смесь языков? Да, двух, без этого нельзя ж. Но мудрено один из них скроить, как ваш. По крайней мере, ненадутый. Вот новости, я пользуюсь минутой, С свиданием с вами, оживлённый и говорлив. А разве нет времён, что я молчали на глупее? Где он, кстати? Ещё ли не сломил безмолвие печати? Бывало, песенок, где новеньких тетрадь увидит, Пристаёт, пожалуйте, списать. А впрочем, он дойдёт до степени известных, Ведь нынче любят бессловесных. Не человек, змея. Хочу у вас спросить, А случалось ли, чтоб вы, смеясь, Или в печали ошибкою добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть. Когда всё мягко так, и нежно, и незрело, На что же так давно? Вот доброе вам дело, Звонками только что гремя, И день, и ночь по снеговой пустыне Спешу к вам голову сломя, И как вас нахожу в каком-то строгом чине, Вот полчаса холодности терплю, Лицо святейшей богомолки, И всё-таки я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки И клонятся к чему-нибудь вреду? Но если так, ум сердцем не владу, Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, Потом забуду. Велитесь мне в огонь, Пойду как на обед. Хорошо сгорите, если ж нет. Вот и другой. Ах, батюшка, сон в руку. Проклятый сон! Выкинул ты штуку, Три года не писал новых слов, И грянул вдруг как с облаком. Здорово, друг, здорово, брат, здорово. Рассказывай, чай у тебя готово, Собрание важное вести. Садистка, объяви скорее. Как Софья Павловна у вас похорошала. Вам людям молодым, Другого нету дела, Как замечать девичьей красоты. Сказала что-то вскользь, А ты, я чай надеждами занес, Занес, заколдовал. Ах, нет, надеждами я мало избалован. Сон в руку. Мне она изволила шепнуть. А? Ты задумал. Я ничуть. О ком я снилась? Что такое? Я не отгадчик снов. Не верь ей, все пустое. Я верю собственным глазам. Век не встречал, Подписку дам, Чтоб было ей хоть несколько подобных. Вон все свое. Да расскажи подробно, где был, Скидался столько лет. Откуда вы теперь? Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет, И не объехал сотой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас. Не заезжал домой. Прощайте, через час явлюсь. Подробности малейшие не забуду. Вам первым, Вы потом рассказывайте всюду. Как и хороша. Который же издох. Ах, батюшка, сон в руку. И говорит мне это вслух. Ну, виноват. Какого ждал я крюку? Молчалин давеча в сомнении Вел меня теперь. Да в полмени загля. Тот нищий, этот франк-приятель, Объявлен мотом сорванцом. Что за комиссия создатель Быть взрослой дочери отцом? Гостиная Фамусова. Близится полдень. Входит Фамусов, Зовет лакея Петрушку. Петрушка, Вечно ты с обновкой, С разорванным локтем. Достань-ка календарь. Читай. Не так, как панамарь, А с чувством, С толком, С расставовкой. Постой-ка. На листе, Черкни на записном, Противобудущей недели, К Просковье, Федоровне, В дом, Во вторник, Зван я на форели. Куда, как чуден, Создан свет. Пофилософствуй, Ум скружится. То бережешься, То обед. Ешь Три часа, А в три дня не сварить. Грибки, Да кисельки, Щи, Кашки В ста горшках. Отметь-ка, В тот же день, Нет-нет, В четверг, Я зван на погребенье, А вынос у Николы в сапожках. Ах, род людской, Пришло в забвенье, Что всякий сам Туда же должен лезть, В тот ларчик, Где ни стать, ни сесть. Но память по себе намерен, Кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник Был почтенный коммергер, С ключом, И сыну ключ умел доставить. Богат, И на богатый был женат, Переженил детей, Внучат, Скончался. Все о нем Прискорбно вспоминают. Кузьма Петрович, Мир ему, Что за тузы В Москве живут И умирают. Пиши в четверг, Однушка дному, А может, В пятницу, А может, И в субботу. Я должен У вдовы, У докторши Крестить. Она Не родила, Но по расчету, По моему, Должна родить. Ах, Александр Андреевич, Просим. Садитесь-ка. Вы заняты. Пади. Да, Разные дела На память в книгу вносим. Забудете-то, Гляди. Вы что-то невесело стали? Скажите, отчего? Приезд не в пору мой. Уж Софья Павловна Какое не приключила, После печали. У вас в лице, В движениях, Суета? Батюшка, Нашел загадку, Не весел я. В мои лета Не можно же Пускаться мне В присядку. Никто не приглашает вас. Я только что спросил Два слова Об Софье Павловне. Быть может, Нездорова? Тьфу, господи, Прости. Пять тысяч раз Твердит одно и то же. То Софья Павловне На свете нет пригожей, То Софья Павловна Больна. Скажи, Тебе понравилась она? Обрыскал свет? Не хочет ли жениться? А вам на что? Меня не худо бы спросить, Ведь я ее Несколько сродни. По крайней мере, Искани отцом Недаром назывались. Пусть я посватаюсь. Вы что бы мне сказали? Сказал бы я, Во-первых, Не блажить. Именьем, брат, Не управляй оплошно. А главное, Поги-ка послужить. И служить бы рад, Прислуживаться тошно. Вот то-то. Все вы гордецы. Спросили бы, Как делали отцы. Учились бы на старших глядя. Мы, например. Или покойник дядя Максим Петрович. Он не то на серебре, На золоте едал. Сто человек к услугам, Весь в орденах. Езжал-то вечно отцугом, Век при дворе. Да при каком дворе? Тогда не то, что ныне. При государине служил Екатерине. А в те поры все важны. В сорок пул раскланися. Тупеем не кивнут. Вельможа в случае, чем пачи, Не как другой и пил, и ел и мяч. А дядя, что твой князь, Что граб? Серьезный взгляд, Надменный нрав. Когда же надо подслужиться? И он сгибался в перегиб. На куртоге ему случилось оступиться. Упал. Да так, что чуть затылка не прошиб. Старик заохал. Голос хрипкой. Был высочайшую пожалован улыбкой. Изволили смеяться. Как же он привстал, Оправился, Хотел отдать поклон, Упал в другой ряд. Уж нарочно. А хохот пущий. Он и в третий так же точно. Ха-ха-ха-ха. А? Как по-вашему? По-нашему смышлён. Упал он больно, Стал здорово. Зато бывал авист, Кто чаще приглашён, Кто слышит при дворе Приветливое слово, Максим Петрович. Кто пред всеми знал почёт, Максим Петрович. Шутка. В чины выводит кто И пенсии даёт. Максим Петрович. Да. Вы. Хе-хе-хе. Нынешние. Ну-ка. И точно. Начал свет глупеть, Сказать вы можете, вздохнувший. Как посравнить, Да посмотреть Век нынешний И век минувший Свежо предание, А верится с трудом. Как тот и славился, Чья часть гнулась шея, Как не в войне, А в мире брали лбом, Стучали об пол, не жалея. Кому нужда, тем спесь, Лежи они в пыли, А тем, кто выше, Лезть, как кружево плели. Прямой был век Покорности и страха, Всё под личиною Усердия к царю. Я не об дядюшке О вашем говорю, Его не возмутим мы, Праха. Но между тем, Кого охота заберёт, Хоть в раболепсти Самым пылком, Теперь, Чтобы смешить народ, Отважно жертвовать Затылком. А сверстничек, А старичок, Иной, Глядя на тот скачок, Разрушаясь веткой кожи, Чай приговаривал, Ах, если бы мне тоже, Хоть есть охотники Поподличить везде, Да нынче смех страшит И держит стыд в узде, Недаром жалуют их Скупо государь. Боже мой, Он карбонат. Нет, Нынче свет уж не такой. Опасный человек. Вольнее всякой дышит И не торопится Вписаться в полк шутов. Кто говорит, И говорит, Как пишет. У покровителей Зевать на потолок, Явиться помолчать, Пошаркать, Пообедать, Подставить стул, Поднять платок. Он вольность хочет проповедовать. Кто путешествует, В деревне кто живёт. Но он властей не признаёт. Кто служит делу, А не лицам. Строжайшим запретил я этим господам На выстрел подъезжать к столице. Я, наконец, вам отдых дам. Терпеть, Вочеред, Досад. Ваш век бронил я беспощадно. Предоставляю вам во власть. Откиньте часть хоть нашим временам в придачу. Уж так и быть, Я не поплачу. И знать вас не хочу, Разврат не терплю. Я досказал. Добро заткнул я уши. На что ж, Я их не оскорблю. Вот, Рыскают по свету, Обьют баклуши, Воротятся, От них порядка ждёт. Я перестал. Пожалуй, Пощади. Длить споры не моё желание. Хоть душу Отпусти на покаяние. Полковник, Скалозу. Тебя уж упекут, Поцут, Как пить дадут. Пожаловал к вам кто-то на дом. Не слушаю, Поцут. К вам человек с докладом. Не слушаю, Поцут, Поцут. Да обернитесь, Вас зовут. А, Бунт. Ну, Так и ждут садома. Полковник, Скалозу. Прикажете принять? Ослы. Сто раз вам повторять. Принять его. Позвать. Простить. Сказать, что дома, Что очень рад. Пошёл же, Торопись. Пожалуйста, Сударь, При нём Астерикис. Известный человек, Солидный. И знак в тьму Отличий нахватал. Не по летам И чин завидный. Не нынче, Завтра Генерал. Пожалуйста, При нём. Веди себя Скромненько. Эх, Александр Андреевич. Дурно, брат. Ко мне он Жалует частенько. Я всякому, Ты знаешь, Рад. В Москве прибавит Вечно Втрое. Вот будто Женится на Сонюшке. Пустой. Он, может быть, И рад бы был Душой, Да надности Сам не вижу я Большой дочь Мне в другую половину. Как суетиться? Что запрыть? А, Софья, Нет ли впрямь Тут жениха какого, С которых пор Меня дичится, Как чужого? Как здесь бы Ей не быть? Кто этот Скалозуб? Отец им Сильно бредит. А, может быть, Не только что Отец. Ах, Тот, скажи, Любви конец, Кто на три года Вдаль уедет. Сергей, Сергей, К нам, Судас. Прошу, Пахвально, Здесь теплее. А, Зяблевый, Согреем вас, Отдушничек Откроем Поскорее. Зачем же Лазить, Например, Самим? Мне совестно, Как честный офицер. Неужто для друзей Не сделать мне Ни шагу? Сергей, Сергей, Дорогой, Кладите шляпу, Сденьте шпагу, Вот вам Сова, Раскиньтесь На покой. Куда прикажете, Лишь только Вы усеете. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Спасибо научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится Настасья Николаевна? Не знаю. Виноват. Мы с нею вместе не служили. Чергей, 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 это вы. Нет, я перед роднёй, где встретиться, ползком. Сыщу её на дне морском. При мне служащие чужие очень редки. Всё больше сестрены, своячинцы детки. Один молчален мне не свой, и то, за тем, что деловой. Ой, как станешь представлять крестишку или к местечку. Ну, как не породеть родному человечку. Однако братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод к ему по службе получил. В тринадцатом году мы отличались с братом. В тридцатом егерском, а после в сорок пятом. Да, счастье у кого есть дедок и сынок. Имеет, кажется, в петличке орденок. За третье августа. Засели мы в траншею. Ему дан с бантом, мне на шею. Любезный человек, и посмотреть так хват. Прекрасный человек, двоюродный ваш брат. Но крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему, он службу вдруг оставил. В деревне книги стал читать. Вот молодость, читай, а после хватит. Вы повели себя исправно. Давно, полковники, отслужите не дар. Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То старших выключит иных, другие, смотришь, перебиты. Да, чем кого Господь поищет, вознесет. Бывает, моего счастливее везет. У нас в пятнадцатой дивизии не дали. А в нашем, хоть сказать, бригадном генерале. Помилуйте. А вам чего не достает? Не жалуюсь, не обходили. Однако за полком два года поводили. В погоне ли за полком? Зато, конечно, в чем другом. За вами далеко тянуться. Нет, старие меня по корпусу найдутся. Я с восемьсот девятого служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось в генерал. И славно судите. Дай Бог здоровья вам и генеральской чинь. А там, зачем откладывать бы дальше? Речь завести. А генераль? Жениться. Я ничуть не прочь. Что ж, у кого сестра, племянница есть, дочь? В Москве ведь нет невестам перевода. Чего плодятся год от года? Ах, батюшка, признайтесь, что едва где сыщется столица, как Москва. Дистанция огромного размера. Кус, батюшка, отменная манера на все свои законы есть. Вот, например, у нас уж истри ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохонькой, да если наберется душ тысячки-две родовых, то ты жених. Другой хоть притчи будь, надутый всяким тюранством, пускай себе разумником слови, а в семью не включать, на нас не подиви. Ведь только здесь еще и дорожат дворянству. Да это ли одно. Возьмите вы хлеб-соль. Кто хочет к нам пожаловать, изваль. Дверь отперта для званых и незваных, особенно из иностранных. Хоть честный человек, хоть нет у нас равнюхонько для всех готов обед. Возьмите вы от головы до пяток. На всех московских есть особый отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь, на юноши, сынков и внучат. Жури мы их. Но если разберешь, в пятнадцать лет учителей научат. А наши старички, как их возьмет задор, засунют о делах, что слово приговор. Ведь столбовое все, в ус никому не дуют. И о правительстве. Иной раз так толкуют, что если кто подслушал их... Беда! Не то, чтоб новизны вводили никогда. Спаси нас, Боже, нет! А придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему. Поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке. Пум! Я вам скажу, знать время не приспело. Но что без них не обойдется дело. А дамы, сунься кто, попробуй, овладей. Судьи всему везде, над ними нет судей. За картами, когда вас станут общим бунтом, дай бог терпения, ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом, присутствовать, пошлите их в Сенат. Ирина Власевна, Лукерья Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерья Андреевна. А дочек, кто видал, всяк голову повесь. Его величество, Король был прусской здесь. Дивился не путем московским он девицам, их благонравию нелитим. И точно, можно ли воспитаннее быть? Уметь же себя принарядить ко птицей, барыцем и дымкой. Соловейчиков простоте не скажут. Все сужилки. Французские ромаусы вам поют и вверх не выводят нотки. К военным людям так и льнут, потому что патриотки. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва. По моему суждению, пожар способствовал ей много кукашень. Не поминайте нам. Уж мало ли кряхтят. С тех пор дороги, тротуары, дома. И все на новый лад. Дома новых, но предрассудки стары. Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары. Эй, забежи на память узелок. Просил я помолчать. Невелика услуга. Позвольте, батюшка, вот Чацкого, мне друга, Андрея Ильича, покойного сынок. Не слушайтесь. То есть в том он пользы не находится. Но захоти, так было бы деловой. Жаль, очень жаль. Он малость с головой и славно пишет, переводит. Нельзя не пожалеть, что с эдаким умом. Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши досаждают. Но я один. Все так же осуждают. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журбе поют всю песнь одну и ту же, не замечая о себе, что старее, то хуже. Где? Укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве. Великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирахом отовстве и где не истребят клиенты иностранцы прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты, обеды, ужины и танцы? Не тот ли вы, кому меня еще спелен для замыслов каких-то непонятных, дитей возили на поклон? Тот не старнегодяев знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя они в часы вина и драки, и жизни честь его не раз спасали. Вдруг на них он выменял борзые три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей? Сам, погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вот те, которые дожили до седин, вот уважать, кого должны мы на безлюдье, вот наши строгие ценители и судьи. Теперь, пускай из нас один, из молодых людей найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин, в науке он вперит ум алчущий познаний. Или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным. Они-то час разбой, пожар, и прослывет у них мечтателем опасным. Мундир, один мундир, он в прежнем их быту когда-то укрывал, расшитый и красивый, их слабодушие, рассудка, нищету, и нам за ними в путь счастливый. И в женах, дочерях к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно ли от нежности отрекся. Теперь уж в это мне ребячество не впасть, но кто б тогда за всеми не повлекся, когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали. Уж втянет он меня в беду. Сергей Сергеевич, я поиду и буду ждать вас в кабинете. Мне нравится. При этой смерти искусно, как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам, к гвардии, к гвардейским гвардионцам. Их золоту шитью девятся будто солнцем. А в первой армии когда отстали? В чем? Все так прилажено. Италии все так узкие. И офицеров вам начнем, что даже говорят иные по-французски. Ах, боже мой, упал, убился. Кто? Кто это? С кем беда? Она мертва со страха. Да кто? Откуда вам? Ушибся обо что? Уж не старик ли наш долмаху. Кому назначено-с не миновать судьбы? Молчалин на лошадь садился. Ногу в стремя, а лошадь на дыбы он об землю и прямо в темя. Поводья затянул. Ну, жалкий же ездок. Взглянуть, как треснул сон. Грудью или в бок? Помочь ей чем? Скажи скорее. Там в комнате вода стоит. Стакан налейте. Уж налейте. Шнуровку отпусти вольнее. Виски ей уксусом потри. Опрыскывай водой. Смотри. Свободнее дыхание стало. Повеет чем? Вот, опахала. Смотри в окно. Молчали на ногах давно. Безделица ее тревожит. Да. Барышнин несчастен раз. Со стороны смотреть не может, как люди падают с трем глаз. Опрыскывай еще водою. Вот так. Еще, еще. Кто? Здесь со мною. Я точно как во сне. Где он? Что с ним? Скажите мне. Пускай себе сломил бы шею. Вас чуть было не уморил. Убийственной холодностью своей смотреть на вас, вас слушать нету сил. Прикажете мне за него терзаться? Сюда бежать, там быть, помочь ему стараться. Что, поставались вы без помощи, одни? На что вы мне? Да, правда, не своей беды для вас забава. Отец родной убийца все равно. Пойдем туда. Бежим. Опомнитесь. Куда вы? Он жив, здоров. Смотрите здесь в окно. Сметенье, обморок, поспешность, гнев, испуга. Так можно только ощущать, когда лишаешься единственного друга. Сюда идут. Руки не может он поднять. Желал бы с ним убиться. Для компании? Нет. Оставайтесь при желании. Воскрес и невредим. Рука ушиблена слегка. И, впрочем, все фальшивая тревога. Я вас перепугал. Простите, ради бога. Ну, я не знал, что из того вам будет ирритация. А промечи убежали, мы вздрогнули, вы в обморку упали. И что ж, весь страх из ничего. Ах, очень вижу из пустого. А вся еще теперь дрожу. С молчалином ни слова. Однако, о себе скажу, а что не трусливо. Так бывает, карета свалится, подымут. Я опять готова сызно воскакать. Но все малейшее в других меня пугает. Хоть нет великого несчастья от того, хоть незнакомый мне, до этого нет дела. Прощение просит у него, что раз о ком-то пожалела. Позвольте, расскажу вам весть. Княгиня Ласова какая-то здесь есть. Наездница, вдова. Но нет примеров, чтобы ездилось с ней много кавалеров. На днях расшиблась пух. Жоке не поддержал. Считал он, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюжа, теперь ребра не достает. Так для поддержки ищет мужа. Ах, Александр Андреевич, вот. Явитесь вы вполне великодушны. К несчастью ближнего вы так неравнодушны. Да-с, это я сейчас явил моим усерднейшим стараньем и прысканем, и оттираньем. Не знаю для кого, но вас я воскресил. Поклонившись Софии, Чацкий уходит. Вы вечером к нам будете? Как рано? Пораньше. Съедутся домашние, друзья, а потанцевать под фортепьяно. Великий пост так балу дать нельзя. Явлюсь. Но к батюшке зайти я обещался. Откланяюсь. Прощайте. Ваш слуга. Молчали. Как вам не рассудок целостался? Ведь знаете, как жизнь мне ваша дорога. Зачем же ей играть и так неосторожно? Скажите, что у вас с рукой? Не дать ли капель вам? Не нужен ли покой? Пошлёмте к доктору, пренебрегать не должен. Платком перевязал, не больно мне с тех пор. Ударюсь об заклад, что вздор, если б не к лицу не нужно перевязки. А то не вздор, что вам не избежать огласки. На смех того, гляди, подымет Чацкий вас. И скалозуб, как свой хохол, закрутит. Расскажет обморок, прибавит сто прикрас. Шутить и он гораст, ведь нынче кто не шутит? А кем из них я дорожу? Хочу, люблю, хочу, скажу. Молчали, будто я себя не принуждала. Вошли вы, слова не сказала. При них не смела я дохнуть. У вас спросить, на вас взглянуть. Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенна. Откуда скрытность почерпнуть? Готова я была в окошко к вам прыгнуть. Да что мне, до кого, до них, до всей вселенной. Смешно? Пусть шутят их. Досадно, пусть бронят. Не повредила бы нам откровенность эта. Неужто на дуэль вас вызвать захотят? Ах, злые языки страшнее пистолета. Сидят они у батюшки теперь. Откобы вы порхнули в дверь. С лицом веселым, беззаботно. Когда нам скажут, что хотим, куда, как верится, охотно. И Александр Андреевич с ним о прежних днях, о тех проказах. Поразвернитесь-ка в рассказах. Улыбочка и пара слов. И кто влюблен на все, готов. Я вам советовать не смею. Хотите вы? Пойду любезничать сквозь слез. Боюсь, что выдержать притворство не сумею. Зачем сюда Богчатского принес? Еще раз взглянув на Молчалина, Софья уходит. Лиза и Молчалин в твоем. Веселое создание ты, живое. Прошу пустить, и без меня вас двое. Какое личико твое, как я тебя люблю. А барышню? Ее по должности тебя. От скуки прошу подальше руки. Есть у меня вещицы три. Есть туалет, прихитрая работа. Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота. Подушечка из бисера узор. И перламутровый прибор. И игольничек, и ноженки, как милый. Жемчужинки, растертые в белилы. Помада есть для губ и для других причин. С духами скляночки. Есть резида, жесни. Вы знаете, что я не лещусь на интересы. Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы? Сегодня болен я, а обвязки не сниму. Приди в обед, побудь со мною. Я правду всю тебе открою. Молчалин скрывается в свою комнату. Выходит, Софья. Была у батюшки, там нету никого. Сегодня я больна и не пойду обедать. Скажи молчалину и позови его, чтобы он пришел меня проведать. Ну, люди в здешней стороне. Она к нему, а он ко мне. А я, одна лишь я, любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика петрушу? В доме Фамусова готовятся к званому вечеру. Бесшумно двигаются лакеи, расставляют ломберные столы, снимают чехлы с мебели, зажигают в люстрах свеч. Первым приезжает Чацкой. Измученный холодностью и равнодушием Софьи, он решается объясниться с ней. Дождусь ее и вынужу признание. Кто, наконец, ей мил? Молчалин, скалозуб. Молчалин прежде был так глуп, жалчайшее создание. Уж разве поумнел? А тот хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви. Играть ей в жмурки. А мне... Вы здесь. Я очень рад. Я этого желал. И очень не в попад. Конечно, не меня искали. Я не искала вас. Да знаться мне нельзя ли, хоть и не кстати нужды нет. Кого вы любите? Ах, Боже мой, весь свет. Кто более вам мил? Есть многие родные. Все более меня. Иные. И я чего хочу, когда все решено? Мне в петлю лезть, а ей смешно. Хотите ли знать истины два слова? Малейшее, ком странность чуть видна, веселость ваша не скромна. У вас в тот час уж острота готова, а сами вы... А сам? Не правда ли смешон? Да. Грозный взгляд и резкий тон, и этих вас особенностей без. А над собой гроза куда не бесполезна. Я странен. А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Молчалин, например. Примеры мне не новые. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы, а я, чтоб не мешать, отсюда удалюсь. Постойте же, раз в жизни притворюсь. Оставьте. Оставьте мы эти притворение. Перед молчалином неправ я. Виноват. Быть может, он не то, что три года назад. Есть на земле такие превращения, правлений, климатов и нравов, и умов. Есть люди важные, слыли за дураков. Иной по армии, иной плохим поэтам, иной, боюсь назвать, но признав всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Пускай в молчалине ум бойкой, гений смелый, но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, чтоб сердце каждое биение любовью ускорялось к вам, чтоб мыслим были всем и всем его делам душою вы вам угожденье. Сам это чувствую, сказать лишь не могу, но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, не пожелал бы я и личному врагу, а он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен, все такие нерезвы, бог знает в нем, какая тайна скрыта, бог знает за него, что выдумали вы, чем голова его век не была набита, быть может, качество ваших тьму, любуюсь им, вы придали ему, не грешен он ни в чем, вы в осте раз грешнее, нет, нет, пускай умен, час от часа умнее, но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтоб равнодушнее мне понести утрату, как человеку вы, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том, потом от сумасшествия могу я стеречься, пущусь подалее, простыть, охолодеть, не думать о любви, но буду я уметь теряться по свету, забыться и развлечься. Вот нехоть и с ума свела. Что притворяться? Молчалин давечий мог без руки остаться, я живо в нем участие приняла, а вы, случаясь на эту пору, не позаботились расчесть, что доброй можно быть ко всем и без разбора. Ну, может, истина в догадках ваших есть, и горячо беру его я под защиту. Ах, зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержну на язык, в презрении к людям так нескрыту, что и смирнейшему пощады нет? Чего? Случись, кому назвать его? Град колкости и шуток ваших грянет, шутить и век шутить, как вас на это ставь. Ах, боже мой, неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Ах, мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ними я скучаю. Напрасно, это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошлись короче с ним. Зачем же вы его так коротко узнали? Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке три года служит. Тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит. От доброты души простит, и, между прочим, веселости искать бы мог. Ничуть. От старичков не ступит за порог. Мы резым, сахохочем, он с ними. Целый день засядет, рад, не рад, играет. Целый день играет? Молчит, когда его бронят, она его не уважает. Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор блестящ и скоро противит, который свет ругает на повал, чтоб свет о нем хоть что-нибудь сказал. Да это ка или ум семейства счастливец. Сатира или мораль? Смысл этого всего она не ставит в грош его. Чудеснейшего свойства он, наконец-то. Уступчив, скромен, тихо, в лице ни тени беспокойства, и на душе проступков никаких. Чужих и в крифе в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Шалит, она его не любит. Да кончить я вам пособлю, молчали на изображение. Но скалозуб, вот загляденье, за армию стоит горой и примиздною стана лицом и голосом герой. Не моего романа. Не вашего. Кто ж разгадает вас? Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Простите, надо бы найти мне поскорей. Куда? К прикмахеру. Бог с ним. Щипцы простым. Пускай себе. Нельзя. Ждем на вечер гостей. Бог с вами. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно, согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания о том, что невозвратно. Не засижусь, войду всего минуты две. Потом подумайте, член англесского клуба, я там дни целые пожертвую молве про ум Молчалина, про душу Скалозуба. Ах, Софья! Неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало. Но чтоб иметь детей, кому ума не доставало? Услужлив, скромненькой, в лице румянец есть. Вот он, на цыпочках и небогат словами. Какою ворожбой сумел к ней в сердце влезть? Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков без горя нынче, без печали? По-прежнему-с. А прежде как живали? День за день, нынче, как вчера. К перу от карт и к картам от пера, и положенный час с приливом и отливом. По мере я трудов и сил с тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил. Взманили почести и знатность? Нет. Свой талант у всех. У вас? Двас. Умеренность и аккуратность. Чудеснейшие два. И стоит наших всех. Вам не дали с чины по службе не успех? Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Как удивлялись мы. Какое уж диво тут. Жалели вас. Напрасный труд. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то из Петербурга воротясь с министрами про вашу связь. Потом разрыв. Ей почему забота? Татьяне Юрьевне? Я с ней не знаком. С Татьяной Юрьевной? С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная? Да это полно. Талис. Татьяна Юрьевна известная. Притом чиновные и должностные все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. На что же? Так. Частенько там мы покровительство находим. Где не метим? Я езжу к женщинам, да только не за этим. Как обходительно. Добра, мила, проста, балы дает. Нельзя богаче от Рождества и до поста, а летом праздники на даче. Ну, право, чтобы вам у нас в Москве служить и награждения брать и весело пожить. Когда в делах я от веселей прячусь, когда дурачиться дурачусь, а смешивать двоите ремесла, есть тьма искусников. Я не из их числа. Простите. Впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич. Знаком он вам? Ну, что ж. При трех министрах был начальник отделения. Переведен сюда. Хорош. Пустейший человек из самых бестолковых. Как можно? Слог его здесь ставят в образец? Читали вы? Я глупости не чтец, а пуще образцовых. Нет. Мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я. И по всему заметно. Не смею своего суждения произнести. Зачем же так секретно? В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же мнения чужие только святы? Ведь надобно зависеть от других. Зачем же надобно? В чинах мы небольших с такими чувствами, с такой душой любим обманщица смеялась надо мною. Вечер. Длинная амфилада освещенных комнат ждет гостей. суетятся слуги, заканчивая приготовление к приему. Эй, Филька, Фомка, ну ловчей! Столы для карт, мел, щеток и свечей. Скажите, барышни скорее, Лизавета, Наталья Дмитриевна и с мужем и к крыльцу еще подъехала карета. Быстро входит Наталья Дмитриевна, молодая дама в ярко-розовом наяде. Необыкновенно оживленная, она суетливо оглядывается по сторонам. Замечает Чацкого. Не ошибаюсь ли? Он точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли? С сомнением смотрите от ног до головы. Неужто так меня три года изменили? Я полагала, вас далеко от Москвы. Давно ли? Нынче лишь. Надолго? Как случится. Однако, кто смотря на вас, не подивится. Полнее прежнего. Похорошели страх, моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Я замужем. Давно бы вы сказали. Мой муж, прелестный муж. Вот он сейчас войдет, я познакомлю вас. Хотите? Прошу. И знаю наперед, что вам понравится. Взгляните и судите. Я верю, он вам муж. О, нет, не потому. Сам по себе, по нраву, по уму, Платон Михайлович мой единственный, бесценный. Теперь в отставке был военный и утверждает всех, кто только прежде знал, что с храбростью, с его талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Вот мой Платон Михайлович. Баб, друг старый, мы давно знакомы, вот судьба. Здорово, Чацкий, брат. Платон любезный, славно, похвальный лист тебе, ведешь себя исправно. Как видишь, брат, московский житель и женат. Забыт шум лагерный, товарищи и братья спокойный, ленив. Нет, есть таки занятия. На флейте я твержу дуэт омольный. Что твердил назад тому пять лет? Ну, постоянный вкус в мужьях всего дороже. Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. От скуки? Как уж ты ей платишь дань? Платон Михайлович, мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь. К учрениям и смотрам, к манежу иногда скучает по утрам. А кто, любезный друг, велит тебе быть праздным? В полк? Эскадрон дадут? Ты обер или штаб? Платон Михайлович, мой здоровьем очень слаб. Здоровьем слаб? Давно ли? Церематизм и головные боли. Движения боли? В деревню? В тёплый край? Будь чаще на коне? Деревня летом рай. Платон Михайлович, город любит? Москву? За что в глуши он дни свои погу? Москву и город? Ты чудак, а помнишь прежнее? Да, брат, теперь не так. Ах, мой дружочек, здесь так свежо, что, моченец, ты распахнулся весь и расстегнул жилет. Теперь, брат, я не тот. Послушай, сырозочек, мой милый, застегнись скорей. Сейчас. Да, отойди подальше от дверей, сквозной там ветер дует сзади. Теперь, брат, я не тот. Мой ангел, богу ради, от двери дальше отойди. Ах, матушка. Ну, бог тебя суди, уж точно стал не тот в короткое ты время. Не в третьем льгоду, в конце, в полку тебя я знал. Лишь утро, ногу в стремя, и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер, дуй хоть спереди, хоть с тыла. Эх, братец, славное тогда житьё-то было. Медленно передвигая ноги, появляется дряхлый князь Тугоуховский. За ним княгиня и шесть княжон. Князь Пётр Ильич, княгиня, боже мой, княжная зима, бим-бим. Какой фасон прекрасный. Какие складочки. Обшито фолбарой. Нет, если б видели мой цирли-рли атласный. Какой шар кузан он мне подарил. Ах да, барежевый. Ах, прелик. Ах, как милый. Кто это в углу вошли мы поклонился? Приезжий Чацкой. Отставной? Да, путешествовал. Недавно воротился. И холостой? Да, не жена. Князь, князь, сюда, живее. К нам на вечер в четверг проси скорее Натальи Дмитриевны знакомого. Вон он. Вот тот детский ебал, а батюшка таскайся на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Он камер-юнкер? Нет. Богат? О, нет. Князь, князь, назад. Входят графиней Хрюмины бабушка и внучка. Графиня-бабушка кружевная наколка непрерывно дрожит на ее голове, опускается в кресло. Графиня-внучка высокомерно лорнирует окружающих. Ах, гран-мама, ну, кто так рано приезжает? Мы первые. Вот нас чистит вот первая, а нас за никого считает. Зла в девках целый век уж Бог ее простит. Графиня-внучка замечает Чацкого. Все Чацкой вы в Москве как были все такие на что меняться мне? Вернулись холостые на ком жениться мне. В чужих краях на ком у наших тьма без дальних справок там женятся и нас дарят родством с искусницами модных лавок. Несчастные должны ли упреки несть от подражательниц модисткам за то, что смели предпочесть оригиналы списком? Появляются новые гости, среди них Загорецкой. Из своих комнат выходит Софья. Все устремляются ей навстречу. И бонсуар. Ву вуаля. Жаме трон дилижанте. Вы не донете тужур ле плезир де ла танды. На завтрашний спектакль имеете билет? Нет. Позвольте вам вручить. Напрасно вы кто взялся другой вам услужить. Зато куда и не кидался. В контору все взято. К директору мне приятеля с зарей в шестом часу. И кстати, уж с вечера никто достать не мог. К тому, к сему всех сбил я с ног. И этот наконец похитил уже силой у одного. Старик он хилый. Мне друг, известный домосед. Пусть дома просидит в покое. Благодарю вас за билет, а за старание вдвое. Платон Михайлович прочь. Ходи ты к женщинам лги им и их морожить. Я правду тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую. Как эдаких людей учтивее зовут? Нежнее. Человек он светский. Отъявленные мошенник плут. Антон Антонович Загорецкий. При нем остерегис. Переносить гораздо. И в карты не садись. Продаст. Оригинал Брюс Глиев, но без малейшей злобы. И оскорбляться вам смешно бы. А кроме честности есть множество отрад. Ругают здесь, а там благодарят. Ах, нет, братец, у нас ругают везде, а всюду принимают. Гости быстро и почтительно расступаются. Из передней проходит Хлестова, старая и важная московская барыня, дальняя родственница Фамусова. Легко ли в 65 лет тащиться мне к тебе племянница? Мученье. Час битый ехала с покровки, силы нет, ночь света представления. От скуки я взяла с собой арабку, девку да собачку. Вели их накормить уже, дружочек мой, от ужина сошли подачку. К княгиня здравствуйте. Ну, софтишка мой друг, какая у меня арабка для услуг, курчавая, горбом лопатки, сердитая, всех кошечью хватки. Да как черна, да как страшна, ведь создал же Господь такое племя, черт сучий. В девичье она, позвать ли? Нет, в другое время. Представь, их как зверей выводят на показ. Я слышала, там город есть турецкий, а знаешь ли, кто загорецкий? Лагунишка он, картежник, ворс, я от него был и двери на запор. Да матеру служить, мне и сестре Просковье двоих арабченков на ярмарки достал. Купил он, говорит, чай в карты сплутовал, а мне подарочек, дай бог ему здоровья. Не поздоровится от таких похвал, и загорецкий сам не выдержал, пропал. Кто этот весельчак? И звание какого? Вон этот Чацкий. Ну, а что нашел смешного? Чему он рад? Какой тут смех? Над старостью смеяться грехом. Я помню, ты дитёй с ним часто танцевала. Я за уши его дерала, только мало. Слышится музыка. Гости соединяются в пары, начинаются танцы. Хлёстовый подходит Молчалин. Я вашу партию составил месье Кок, Фома Фомич и я. Спасибо, мой дружок. Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка. Я гладил всё его, как шёлковая жёрстка. Спасибо, мой родной. Хлёстово, ласково кивая Молчалину, уходит за ней гости. Чацкой и Софья вдвоём. Ну, тучу разогнал. Нельзя ли не продолжать? Чем вас я напугал? За то, что он смягчил разгневанную гостью, хотел я похвалить. Окончили бы злостью. Сказать вам, что я думаю. Вот, старушки все, народ сердитый. Нехудо, что при них услужник знаменитый тут был, как громовой отвод. Молчали, кто другой так мирно всё уладит, там моську вовремя погладит, тут впору карточку вотрёт, в нём Загорецкой не умрёт. Выдавичи его мне исчисляли свойства, но многие забыли. Да. Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства, унизить рад, кольнуть, зависли в горд и зол. К Софье подходит один из гостей, господин Н. Вы в размышлении? Обчатск. Как его нашли по возвращении? Он не в своём уме. Уж ли с ума сошёл? Не то, чтобы совсем. Однако есть приметы. Мне кажется, как можно в эти леты? Как быть? Готов он верить. Ах, Чацкой любите вы всех в шуты рядить, угодно ли на себе примерить? С ума сошёл. Ей кажется, вот на, не даром стало быть, с чего взяла она. Господину Н. Подходит господин Д. Ты слышал? Что об Чацком? Что такое? С ума сошёл? Пустое. Не я сказал, другие говорят. А ты расслабить это рад. Пойду осведомлюсь, чай, кто-нибудь да знает. Верь, болтуну, услышит, вздоры тотчас повторяют. Господин Д. видит вошедшего Загорецкого. Ты знаешь ли о Пчацком? Но? С ума сошёл. А, знаю, помню, слышал. Как мне не знать, примерный случай вышел. Его в безумный упрятал дядя Плут. Схватили в жёлтый дом и нацеп посадили. Помилуй, он сейчас здесь, в комнате, был тут. Так сепи, стало быть, спустили? Ну, милый друг, с тобой не надо бы на газет. Пойду-ка я расправлю крылья. Ну, всех повыспрошу. Однако, чуж, секрет, который Чацкий тут. Известная фамилия. С каким-то Чацким я когда-то был знаком. Загорецкий замечает графиню Хрюмину внучку. Вы слышали об нём? Об ком? Об Чацком, он сейчас здесь в комнате был. Знаю, я говорила с ним. Так я вас поздравляю, он сумасшедший. Что? Да, он сошёл с ума. Представьте, я заметила сама. И хоть поры держать со мной в одно вы слово. Графиня внучка видит свою бабушку, старую графиню Хрюмину. А, гран-маман, вот чудеса, вот нова. Вы не слыхали здешних бед? Послушайте, вот прелести, вот мило. Мой друг, мне уши заложило, скажи погромче. Время нет, он вы дирает эту историю. Пойду спрошу. Что? Что? Уже нет ли здесь пожара? Нет, Чарской произвёл всю эту тюрьму. Как Чарского? Кто чевёл в тюрьму? В горах был ранен в лоб, сошёл с ума от раны. Что? К фармазонам в клоб пошёл он в басурманы? Её не вразумишь. Антон, Антон, вот, и он бежит. Все в страчи, в попыхах. Князь, князь, ох, этот князь по овалам сам чуть дышит. Князь, слышали? Он ничего не слышит. Хоть может видели, здесь полицмейстер был. В тюрьму то, князь, кто Чацкого схватил? Тесак ему да ранят. Солдаты шутками переменил в закон. Да, лупасурмана хо. Ах, окаянный вольтерианец. Что? А? Ах, глух мой отец, достаньте свой рожок. Ох, глухота большой порог. Проходит Наталья Дмитриевна Платон Михайлович Хлёстова. С ума сошёл. Прошу покорно, да не взначай, да как проворно. Ты, Софья, слышала? Кто первый разгласил? Ах, друг мой, все? Все так верить поневоле, а мне сомнительно. сплетня, пущенная Софьей, распространяется среди гостей. Всех занимает такая необычная новость, и скоро не остаётся ни одного гостя, который бы не верил этой клевете и не передавал бы её дальше всё с новыми и с новыми прибавлениями. Среди гостей появляется Чацкий. Вот он! Ну, как с безумных глаз затеять драться он потребует к разделке. О, Господи, помилуй грешных нас, любезнейший. Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон, да и пульс. Ты не здоров. Да, мочи нет, миллион терзаний груди от дружеских тисков, ногам от шарканья, ушам от восклицаний, опуща голове от всяких пустяков. Душа здесь у меня каким-то горем сжата, и в многолюдстве я потерян, сам не свой, нет, не доволен я Москвой. Москва вишь виновата. Подальше от него Софья не глядит. Скажите, что вас так гневит? В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя рот веча и сказывал, как снаряжался в путь в Россию к варварам со страхом и слезами. Приехал и нашел, что ласка мне от конца ни звука русского, ни русского лица не встречал, будто бы в отечестве, с друзьями, своя провинция. Посмотришь, вечерком он чувствует себя здесь маленьким царьком, такой же толку дам, такие же наряды, он рад, но мы не рады. Умолк, и тут со всех сторон тоска и оханье и стон. Ах, Франция, нет в мире лучше края, решили две княжны-сестрицы, повторяя урок, который им из детства натвержен. Куда деваться от княжон? Я одаль высылал желания смиренные, однако вслух, чтоб истребил Господь нечистый этот дух пустого рабского слепого подражания, чтоб искру заранил он в ком-нибудь с душой, кто мог бы словом или примером нас удержать, как крепкую вождей от жалкой тошноты по стороне чужой. Пускай меня отъявят старовером, но хуже для меня наш север в остократ с тех пор, как отдал все в обмен на новый лад и нравы, и язык, и старину святую, и величавую одежду на другую по шутовскому образцу, хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, рассудку вопреки наперекор с стихием, движение связанное и некраса лицу, смешные бритые седые подбородки, как платья, волосы, так и умы короткие. Ах, если рождены мы все перенимать, хоть у китайцев бы нам несколько занять, премудрого у них незнание иноземцев, воскреснем ли когда от чужевластья мод, чтоб умный, добрый наш народ, хотя по языку нас не считал за немцев. Как европейское поставить в параллель с национальным? Странно что-то, но как перевести мадам, мадмуазель, уж ли сударыня, забармотал мне кто-то. Вообразите, тут у всех на мой уже счет поднялся смех. Сударыня, ха-ха-ха, прекрасно, сударыня, ха-ха-ха, ужасно, яросердясь и жизнь кляня готовил им ответ громовой. Но все оставили меня. Вот случай вам со мною, он не новый. Москва и Петербург, по всей России то, что человек из города Бурдо лишь рот открыл, имеет счастье во всех княжон вселять участие и в Петербурге, и в Москве, кто не друг выписных лиц, вычур, слов кудрявых, в чьей по несчастью голове пять-шесть найдется мыслей здравых, и он осмелится их гласно объявлять, глядь. Чатской оглядывается, Софьи нет, все с величайшим усердием кружатся в вальсе. лазерного вальси, костер вальси, вальси, уйдет. Кончается бал у Фамусова. Разъезжаются гости. По большой парадной лестнице спускаются графиньи Хрюминой, бабушка и внучка. Графиньи Хрюминой карета. Ну, бал, ну, Фамусов, сумел гостей назвать. Какие-то уроды с того света. И не с кем говорить, и не с кем танцевать. Поедем, матушка, не правы, не подчим. Когда-нибудь я зубала, да в могилу. Карета гореча. Мой ангел, жизнь моя бесценная, душечка, полпошь, что так уныло. Признайся, весело у Фамусовых было. Наташа, матушка, дремлю на баллах я. До них смертельный неохотник, а не противлюсь. Твой работник дежурю за полночь. Подчас тебе в угодность как негрустная. Пускаюсь по команде в пляс. Ты притворяешься, и очень неискусно. Охота смертная прослыть за старика. Наталья Дмитриевна уходит садиться в карету. Плотон Михайлович один. Бал, вещь хорошая. Неволь эта горька. И кто жениться нас неволит? Ведь сказано женому на роду. В карете, барынис, и гневаться изволит. Иду, иду. По лестнице спускается Чацкой. К нему подходит лакей. Кричи, чтобы скорее подавали. Ну вот и день прошел. И с ним все призраки. Весь чат и дым надежд, Которые мне душу наполняли. Чего я ждал? Что думал здесь найти? Где прелесть эта встречь? Участие в ком живое. Крик, радость, обнялись. Пустое. В повозке так-то на пути, Необозримую равниной, Сидя праздно. Все, что-то видно впереди. Светло, синя, разнообразно. Едешь час и два, день целый. Вот резво домчались к отдыху. Ночлег. Куда ни взглянешь, Все та же гладь и степь, И пусто, и мертво. Досадно, мочи нет, Чем больше думать станешь. Готово? Кучерос нигде вишни найдут. Пошел, ищи, Не ночевать же тут. И вдруг вбегает новый гость, Репетилов. В дверях он падает, Но тотчас же вскакивает, Оправляется и бросается к Чацкому. Фу, оплошал. Ах, мой создатель, Дай протереть глаза. Откуда вы, приятель, Сердечный друг, Любезный друг, Моушер? Вот фарсы мне, Как часто были петы, Что пустомелия, Что глуп, Что суевер, Что у меня на все предчувствия, Приметы. Сейчас растолковать прошу. Как будто знал, Сюда спешу, Хвать, А порох. Задел ногою, И растянулся вы весь рост. Пожалуй, смейся надо мною, Что репетилов врет, Что репетилов в прост, А у меня к тебе влечение, Род недуга, Любовь какая-то, И страсть, Готовь одну душу, Прозакласть, Что в мире Не найдешь себе такого друга, Такого верного, Ей-ей, Пускай лишь у жены, Детей, Оставлен буду целым светом, Пускай умру, На месте этом, Да разразит меня Господь, Да полно вздор, Молодь, Не любишь ты меня, И все сели сделал, С другими я и так, и сяк, С тобой, говорю не смело, Я жалок, Я смешон, Я не уч, Я дурак, Вот странное уничижение, Ругай меня, Я сам кляну свое рождение, Когда подумаю, Как время убивал, Скажи, Который час? Час ехать спать ложиться, Коляевился ты на бал, Так можешь воротиться, Что бал, Братец, Где мы всю ночь до бела дня В приличах скованы, Не вырвемся из ига, Читал ли ты, Есть книга, А ты читал, Задача для меня, Ты репетилов ли, Зови меня вандалом, Я это имя заслужил, Людьми пустыми дорожил, Сам бредил целый век Обедом или балом, Об детях забывал, Обманывал жену, Играл, Проигрывал, В опеку взят указом, Танцовщицу держал, И не одну, Трех разом, Пил мертвую, Не спал, Ночей по девяти, Все отвергал, Законы, Солисть, Веру, Послушай, Ври, Да знай же меру, Есть от чего в отчаянии прийти, Поздравь меня, Теперь с людьми я знаю сумнейшими, Всю ночь не рыщу напролет, Вот нынче, например, Что ночь одна не ждет, Зато спроси, где был, И сам я догадаюсь, Чай в клубе, В английском, Чтоб исповедь начать, И шумного я заседания, Пожалуйста, молчи, Я слово дал молчать, У нас есть общество, И тайные собрания, По четвергам, Секретнейший союз, Ах, братец, я боюсь, Как в клубе? Именно! Вот меры чрезвычайные, Чтоб взаше и прогнать и вас, И ваши тайны, Напрасно страх тебе берет, Слух громко говорим, Никто не разберет, Я сам, Как схватился о камерах присяжных, О Бэйроне, Ну, о материях важных, Чистенько слушаю, Не разжимая губ, Мне и под силу, брат, И чувствую, что глуп, Ах, Александр, У нас тебя не доставало, Послушай, миленький, Потеши меня хоть мало, Поедем-ка сейчас, Мы, благо, на ходу, С какими я тебя сведу людьми, Уж на меня нисколько не похожи, Что за люди, мой сэр, Сок умной молодежи! Ох, с ними и с тобой, Куда я поскочу? Зачем? В глухую ночь? Домой я спать хочу! Эх, брось! Кто нынче спит? Ну, полно, Без прелюдий решись, А мы, у нас, Решительные люди, Горячих дюжин оголов, Кричим, подумаешь, Что сотни голосов! Да из чего беснуетесь вы столько? Шумим, братец, шумим! Шумите вы, и только! Не место объяснять теперь и не досуг, Но государственное дело! Оно, вот видишь, не созрело! Нельзя же вдруг! Что за люди, мой сэр! Без дальних я историй скажу тебе! Во-первых, князь Григорий, Чудак единственный, На ссор смех уморит! Век с англичанами! Вся английская складка! И так же он сквозь зубы говорит! И так же коротко обстрижен для порядка! Ты не знаком? Опа, знакомься с ним! Другой! Варкулов Евдоким! Ты не слыхал, как он поет? О, диво! Послушай, милый! Особливо есть у него любимое одно! А, но, ляше я, рэмир! Но, но, но! Еще у нас два брата! Ливон и Боренька! Чудесные ребята! Об них не знаю, что сказать! Но если гения прикажете назвать! У Душьев Ипполит Маркелович! Ты сочинение его читал ли что-нибудь? Хоть мелочь! Прочти, братец! Да он не пишет ничего! Вот! Этатих людей бы сечь-то И приговаривать писать! 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 В журналах можешь ты, однако, отыскать его отрывок Взгляд и нечто! О чем бишь нечто? Обо всем! Все знает! Мы его на черный день пасем! Но голова у нас, Какой в России нету! Не надо называть, Узнаешь по портрету! Ночной разбойник, Дуэлист, В Камчатку сослан был, Вернул салютом И крепко на руку нечист! Да умный человек Не может быть не плутом! Когда ж об честности Высокой говорить, Каким-то демонам Внушаем глаза в крови, Лицо горит, Сам плачет, А мы все рыдаем! Вот люди! Есть ли им подобный? Навряд! Ну, между ними я, конечно, Зауряд! Немножко подстал, Ленив, Подумать ужас! Однако ж я, Когда у Мишкам Понатужа засяду, Часу не сижу, И как-то невзначай Вдруг каламбур рожу! Другие у меня Мы след уже подцепят, И в шестером, глядь, Водовильчик слепят, Другие шестер на музыку кладут, Другие хлопают, Когда его дают! Брат, смейся! А что, Люба-Люба, Способностями Бог меня не наградил, Дал сердце доброе! Вот чем я людям мил! Совру, простят! Скорее, это скалозуба! Чья? Ах, скалозуб! Душа моя, Постой, куда же? Сделай дружбу! Куда деваться мне от них? Чацкой скрывается в швейцарской. Все служба на уме! Моншер, гляди сюда, И я в чины бы лез, Да неудачи встретил, Как может быть никто и никогда! По Статской я служил! Тогда барон фон Клёц В министре метил, А я к нему в зятья! Шел напрямик без Дальней Думы С его женой и с ним Пускался в реверсии, Ему и ей какие суммы спустил, Что... Боже упаси! Он на фонтанке жил, Я возле дом построил, С колонами, Огромный, сколько стоил! Женился! Женился! Наконец! На дочери его! Приданного взял! Шиш! По службе ничего! Честь немец! А что проку? Боялся, видишь, он упреку За слабость, будто бы, К родне! Боялся! А, прах его возьми! Да легче ли мне! Секретари его все хамы, Все продажны, Людишки! Пишущая тварь, Все вышли в знать, Все нынче важны, Гляди-ка в адрес календаря! Пфу! Службы и чины, Кресты, Души мытарства! Ох, Мочиев Алексей! Чудесно говорит, Что радикальные потребны тут лекарства! Желудок дольше не варить! Репетилов смотрит И видит вместо скалозуба Подле себя Загорецкого. Скалозуб уже уехал. Извольте продолжать. Вам искренне признаюсь, Такой же я, как вы, Ужасный либерал. Я оттого, что прямо и смело объясняюсь, Куда, как много потерял. Все в рознь, Не говоря ни слова. Чуть из виду один, Гляди уж, нет другого. Был Чацкий, Вдруг исчез. Потом и скалозуб. Как думаете вы о Чацком? Он не глуп. Сейчас столкнулись мы. Тут всякие турусы. И дельный разговор зашел про водивиль. Да, водивиль есть весть, А прочие все гиль. Мы с ним. У нас одни и те же вкусы. Ха-ха-ха! А вы заметили, Что он в уме серьезно поврежден? Хэтбука! А в нем все это и веры. Враньев, спросите всех. Химеры? Кстати, князь Петр Ильич, Княгиня из княжнами. Дичь! Княжные, пожалуйте. Скажите ваше мнение, Безумная Чацка или нет? Какое уж в этом есть там ней. Про это знает целый свет. Дринские, хворовые, ворлядские, скачковые. Ах, вести старые, кому они на вы? Кто сомневается? Да вот не верит. Вы? Месье Репетилов, вы. Месье Репетилов, что вы? Да как вы? Можно ли против всех? Да почему вы? Свет и смех! Простите, я не знал, что это слишком гласно. Еще не гласно бы. С ним говорить опасно. Давно бы запереть пора. Послушать так его мизинец умнее всех. И даже князь Петра. Я думаю, он просто якобинец ваш Чацкой. Едемте. Князь, ты везти бы мог Катиш или Зизи. Мы сядем в шестиместной. Книгиня. Картошный должок. Со мною, матушка. Прощайте. Царь небесный Анфиса Ниловна. Ах, Чацкой, бедный. И вот, что наш высокой ум и тысяча забот. Скажите, из чего на свете мы хлопочем? Так Бог ему судил. А впрочем, полечит, вылечит, а вот. А ты, мой батюшка, неисцелим, хоть брось. Изволил вовремя явиться. Молчалин, вон чуланчик твой. Не нужны проводы. Пойди, Господь с тобой. Прощайте, батюшка. Пора перебеситься. Куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Пойди, сажай меня в карету. Вези куда-нибудь. Разъехались все гости. Лакеи тушат лампы. Вот, мигая синеватым светом, гаснет последнее. Из швейцарской выходит Чацкой. Он слышал разговоры гостей и поражен бессмысленностью людской злобы. Что это? Слышал ли моими я ушами? Не смех, а явно злость. Какими чудесами? Через какое колдовство? Нелепость обо мне все в голос повторяют. И длинных, как словно торжество. Другие будто сострадают. О, если б кто в людей проник! Что хуже в них? Душа или язык? Чье это сочинение? Поверили глупцы, другим передают. Старухи вмиг тревогу бьют. И вот общественное мнение. И вот та родина. Нет, в нынешний приезд я вижу, что она мне скоро надоест. А Софья знает ли? Конечно, рассказали. Она не то, чтобы мне именно во вред потешилась. И правда или нет, ей все равно. Другой ли, я ли, никем по совести она не дорожит. Но этот обморок, беспамятство, откуда? Нерв избалованность, причуда, возбудит малость их и малость утешит. Я признаком почел живых страстей ни крошки. Она, конечно, бы лишилась так же сил, когда бы кто-нибудь ступил на хвост собачки или кошки. Наверху лестницы появляется Софья со свечою. Зовет Молчалина. Молчалин, вы? И опять скрывается в комнату. Она! Она сама! Ах, голова горит! Вся кровь мое в волнении явилась! Нет ее! Неужели в виденье? Не впрям ли я сошел с ума? К необычайности я точно приготовлен, но не виденье тут. Свиданье час условлен. К чему отманывать себя мне самого? Звала Молчалина. Вот комната его. Хорес! Буду здесь. И не смыкая глазу хоть до утра. Уж калегоре пить, так лучше сразу, чем медлить. А беды медленьем не избыть. Дверь отворяется. Чацкой прячется за колонну. Появляется Лиза со свечкой. Ах, мочи нет. Робею в пустые сени в ночь. Боишься домовых, боишься и людей живых. Мучительница-барышня мох с нею. И Чацкой, как бельмо в глазу, лишь показался ей, он где-то здесь, внизу. Ну, как уже по сеням бродить ему охота? Он чай давно уже за ворота. Любовь на завтра поберег. Домой и спать залег. Однако велено к сердешному толкнуться. Послушайтесь, извольте-ка проснуться. Вас кличет барышня. Вас барышня зовет. Да поскорей, чтоб не застали. Из своей комнаты потягивая и созевая выходит молчалин. Наверху лестницы снова появляется Софья. Вы, сударь, камень, сударь, лед. Ах, Лизонька, ты от себя ли? От барышни, с. Кто подгадал, что в этих щечках, в этих жилках любви еще румянец не играл. Охота быть тебе лишь только на посылках. А вам, искателям невест, не нежиться и не зевать бы. Пригоши мил, кто не доест и не доспит до свадьбы. Какая свадьба? С кем? А с барышней. Пойди, надежды много впереди. Без свадьбы время проволочим. Что вы, сударь, да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Не знаю. А меня так пробирает дрожь. И при одной я мысли трушу, что Павел Афанасьич раз, когда-нибудь застанет нас, разгонит, проклянет. Да что, открыть ли душу? Я в Софи Пауни не вижу ничего завидного. Дай Бог ей век прожить богато. Любила Чацкого когда-то, меня разлюбит, как его. Мой ангельчик желал бы в половину к ней тоже чувствовать, что чувствую к тебе. Да нет, как не твержу себе, готовлюсь нежным быть, освижусь и простыну. Какие низости! Подлец! И вам несовестно? Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику, во избежание зла, собаке дворника, чтоб ласкова была. Сказать, сударь, у вас огромная опека. И вот, любовника я принимаю вид, в угодность дочери такого человека. Который кормит и поит, а иногда и чином подарит. Пойдемте же, довольно толковали. Пойдем любовь делить плачевной нашей короли. Да, я обниму тебя от сердца полноты. Зачем она не ты? Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек, себя я стен стыжусь. Как? Софья Павлович? Слово ради бога молчите, я на все решусь. Ах, вспомните, не гневайтесь, взгляньте. Не помню ничего. Не докучайте мне воспоминания, как острый нож, они... Помилуйте. Не подлечите, встаньте. Ответа не хочу, я знаю, ваш ответ солжете. Сделайте мне милость. нет, нет. шутил и не сказал, я ничего окроме. Отстаньте, говорю, сейчас я криком разбужу всех в доме и погублю себя и вас. Я с этих пор вас будто не знавала, упреков, жалоб, слез моих, не смейте ожидать, не стойте вы их, но чтобы в доме здесь заря вас не застала, чтоб никогда о вас я больше не слыхала. Как вы прикажете? Иначе расскажу всю правду батюшке с досады. Вы знаете, что я собой не дорожу, подите. Стойте, будьте рады, что при свидании их со мной в ночной тиши держались более в иробости во нраве, чем даже днем и при людях и в яве вас меньше дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала, нет укоряющих свидетелей в глазах, как давеча, когда я в обморок упала, здесь чадской бы. Он здесь притворщица. Лиза роняется с пугу свечку. Пользуясь темнотой, молча он скрывается в свою комнату. Скорее в обморок. Теперь оно в порядке. Важнее давешней причина есть тому. Вот наконец решение загадки. Вот я пожертвован кому. Не знаю, как в себе я бешенство умерил. Глядел и видел и не верил. А милый, для кого забытый прежний друг и женский страх и стыд, за двери прячется, боится быть в ответе. Ах, как игру судьбы постичь, людей с душой гонительница, бить, молчалины блаженствуют на свете. продолжайте. Я виню себя кругом, но кто бы думать мог, что был он так коварь. Стук, шум. Ой, боже мой, сюда бежит весь дом. Ваш батюшка, вас будет благодарен. Сюда, за мной, скорей, скорей, свечей побольше, фонарей. где домовые. О, знакомые все лица. Дочь Софья Павловна сравница, бесстыдница где, с кем. Не дать не взять она, как мать, ее покойница, жена. Бывала я с дрожайшей половиной чуть-чуть урась, уж где-нибудь с мужчиной. Побойся, Бога, как, чем он тебя прельстил, сама его безумным называла. Нет, глупость на меня и слепота напала, все это заговор, и в заговоре был он сам, и гости все. За что я так накатываю? Только этим вымыслом я вам еще обязываю. Врат, не финти, не дамся я вам ману. Хоть поделитесь, не поверю. Эх, Филика, ты прямой черван, в Швейцаре произвел линейую тетерю, не знает ничего, не чует ни про что. Где был, куда ты вышел, сеней не запер, для чего. И как не досмотрел, и как ты не дослышал, в работу вас, на поселение вас, за грош меня продать готовый. ты быстроглазая. Все от троих проказ. Вот он, Кузнецкий мост, наряды, дабы новой, там выучилась ты любовников сводить. Постой, Швейцаре, я тебя исправлю, извойка в избу, марш, за птицами ходить. Да и тебя, мой друг, я дочка, я оставлю. Еще мне два терпения возьмем, не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми. Подали от этих хватов в деревню, в тетки, в душ, в Саратов, там будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, засняться, медевать. А вас, сударь, прошу я толком туда не жаловать, ни прямо, ни проселком. И ваша такова последняя черта, что чайка всякому дверь будет заперта. Я постараюсь, в набат я приударю, по городу всему наделаю хлопот, я оглашу во весь народ, все нас подам министрам, государям. Не образумлюсь, виноват и слушаю, не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят. Растерян мыслями, чего-то ожидаю. слепец, я в ком искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот счастье, думал близко, пред кем я давечу так страстно и так низко был расточитель нежных слов. А вы, о боже мой, кого себе избрали, когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех, что память даже вам постыла тех чувств, в обоих нас движений сердца тех, которые во мне не даль не охладило ни развлечения, ни перемена мест. Дышал я ими жил, был занят беспрерывно. Сказали бы, что во внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки, все противно, я с вами тотчас бы сношения пресек, и перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добираться, кто этот вам любезный человек. Вы помилитесь с ним по размышлению зрелым, себя крушите для чего, подумайте, всегда вы можете его беречь и пеленать, и посылать за делом. Муж-мальчик, муж-слуга из Жениных пожей, высокий идеал московских всех мужей. Довольно с вами я горжусь моим разрывом. А вы, сударь-отец, вы, страстные к чинам, желаю вам дремать в неведении счастливым. Я с ватанем моим не угрожаю вам, другой найдется, благонравный, низкопоклонник и делец, достоинствами наконец, он будущему честью равный. Так отрезвился я сполна, мечтанье с глаз долой и спала пелена. Теперь не худо было б сряду на дочь и на отца и на любовника глупца и на весь мир излить всю желчь и всю досаду. С кем был, куда меня закинула судьба, все гонят, все клянут, в учителей толпа, в любви предателей, в рождении утомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхляющих над выдумками вздором. Безумным вы меня прославили всем хором, вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышат воздухом одним и в ком рассудок уцелеет. Вон из Москвы сюда я больше не издок, бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному чувство уголок. Карету у меня, карету. Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьезно, безумный, что он тут за чиповом болом? Низкопоклонник, тесть, и про Москву так грозно, а ты меня решила суморить, моя судьба еще ли не плачет? Ой, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова